Верниковой. Тогда Василий Сергеевич сказал. Андрей, я знаю эту девочку. Она у нас в центре занималась. В группе психологической поддержки. Это очень сложный ребенок. К ней нужен особый подход. Представьте себе ситуацию. Приглашены люди. Назначены съемки. А ребенок пропал. Где ты будешь ее искать? Или вдруг во время эфира у нее истерика случится? Андрей, эта девочка с очень нестабильной психикой. ПОДПИШИСЬ! 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 я не дослушала. Мне вдруг как-то расхотелось звонить маме. Расхотелось вести эту передачу. Чего это вы меня тогда берете-то, если я такой бездарь? Только из-за моей стабильной психики? Ленка Андреева, наша староста. Он вообще спокойный, как слон. Так давайте, возьмите ее. И чем это талантливее меня? Тем, что сидела развалившись на стуле и бурчала себе что-то под нос? Да у нее дикции никакой. Она в жизни выше столь не возьмет. Домой пришла мрачная. Даже есть не хотелось. Мама сразу села на меня, говорит, что случилось. Вообще-то я не собиралась ей рассказывать. У меня мама психолог. Она и партизан, на раскопке и в разведке нужно работать. В общем, я ее все как есть выдала. Она тогда посмотрела на меня и говорит, Наташ, но ведь мнение каждого человека субъективно. И взяли для тебя не потому, что испугали, что Скворцова может не прийти на съемки, а потому, что помимо того, что ты талантливый человек, ты еще и очень ответственная девочка. Ведь выбирали из сотен, а прошла только ты. От мамин слов мне как-то легче стало. Мы пошли ко мне в комнату и начали читать сценарий. Я его быстро выучила. Ушки научить гораздо сложнее. К тому же я рассказывала, а мама по тексту сверяла, правильно я говорю или нет. И поэтому не нужно было все время нужное место искать. Где-то через неделю начали занятие. Решили, что пилотный выпуск, это значит самый первый, выйдет в эфир в записи. И уже потом нас выпустят в прямой эфир. Объяснили, что такое пенличка. Пенличка. Это такой микрофон, который под одежду надевают. Что такое ухо? Тоже что-то вроде микрофона. Только его надевают, чтобы можно было во время эфира режиссера слышать. Объяснили, что такое ведущая камера. Это камера, с которой тебе снимают. Там очень просто. Нужно только следить, на какой камере загорается красный огонек. Тая ведущая. И смотреть в нее соответственно. Рассказали о концепции передачи. Там все очень просто. Суть в том, чтобы рассказывать подросткам и жизни подростков. Сюжеты на социальные темы, познавательные репортажи. И сюжеты о всяких детских фестивалях и чехнику детских достижениях. Тогда-то меня с Сергеевым познакомили. Я его и раньше видела. Высокий такой, с плаволосый парень. Сергей Мухер. Оно. Оно. У него глаза очень красивые и глубокие. Даже если он просто смотрит, кажется, что непросто. Ему всего-то 21 год. А его же главные звукорежиссеры пророчат. Хотя никакого образования у него нет. Он просто очень любит музыку и все, что со звуком связано. Так что после школы сразу же пришел на телестудию. Знакомство у нас так себе прошло. Меня кто-то представил. Он сам представился и говорил, а ты всегда такая строгая или просто из образа не выходишь. Я рассмеялась, конечно. Потом его кто-то позвал. Да и мне уже на плавание бежать нужно было. И в бассейне, когда я плавала, представляла, что он рядом плывет. Сразу улыбаться почему-то начинала. Я его часто видела на студии. И каждый раз при виде меня он дорожно сводил брови и делал такое хмурое-прихмурое лицо, что я сразу начинала сменяться как сумасшедшая. А еще иногда он говорил, ну что, несовершенство, петь или плавать пошли. Это Вера Семеновна всем рассказала, что у меня, помимо телестудии, еще куча увлечений. Ну, вышла наша первая передача в эфир. с мамой и папой телевизор за полчаса начало включили. Папа вставил чистую кассету в виде маквитофона, чтобы сразу начать запись, как начнется. У меня все трясло, я не ездить, не могла. Папа садил меня к себе на коленку, как маленькую, и за руку взял, чтобы я не нервничала. Ну, началась передача. Конечно, я все знала, что там будет, но все равно волновалась ужасно. Сорок минут пролетели, как две секунды. Только мама все время ойкала, типа, ой, какая ты тут хорошенькая, или, ой, какой точный ракурс. Так что папа ее же сказал. Ирина, давай в восторге потом. Когда передача закончилась, телефон просто разрывался от звонков. Звонили мамин и подруги, папин и сослуживцы, звонили мы ее на класснике, звонили на все паузно, звонили мы же не поплавали у моей классной. У меня реально сложилось впечатление, что в городе все тогда восстановили передачу. Уже язык стал передачу благодарность. После шестого по счету разговора с маминой подругой я поняла, что я умница редкость. И я просилась у папы прогуляться во дворе, потому что седьмого такого разговора я бы не выдержала. У меня бы мозг взорвался, я бы умерла от звездной болезни. Во дворе у нас особо делать нечего. И я пошла до парка. Там очень красиво, особенно осень. Жалко только, что редко получается сюда приходить. пришла я туда. Сами сидела. Рассматривала свои ботинки, да, истинные. истинные. А потом вдруг мимо меня пришел Саша. Я бы сразу узнала о оранжевой куртке. Я была. Саша держала ее за руку. Они прошли, мимо меня, не заметили даже. Мы остановились недалеке за деревьями. И тут вдруг заплакал. Мне жаль всех тех, кто видел море, только на картинках. Всех тех, кому неведом кусоли на губах. Песчаный берег или каменистый ракушки ното море. Кусочки моря есть в тебе, в твоих глазах, как море синих-синих и в белом свитере с высоким горлом. Господа и дамы, худайте лучшие души. Еще раз желаю плавать и не тонуть. Твоя чайка, Наташа. Твоя чайка, Наташа. Он ее обнимал. И что-то тихо говорил. Я не слышала, что только одно предложение. Это всего лишь... Это всего лишь... Наверное, он хотел ей сказать, что это всего лишь передача. Наверное, она плакала, потому что ее не взяли. А она до последнего надеялась, что они все-таки передумают. И сегодня все стало ясно. В кадре я, а ее нет. Ну вот, подумала. Сначала я из Ромы перешла, потом она мне. Хотя не нет никакого дела ни до нее, ни до Саши. Ничего у нас еще нет, только крепление в коридорах. Интересно, что же он не нашел. Саша, ты такой талантливый, умный. На тебя возлагают большие надежды. А ты что, по два года в этом классе сидишь? Школу закончить не можешь? Ладно, хоть краситься перестала, а то вообще как шлюха выглядела. Интересно, что они все с ней носятся? Что Андрей, что Саша? Группы поддержки ее устраивают. Только из-за того, что у нее нестабильная психика? Ведь я тоже могу разрыдаться, забить истерику или уйти куда-нибудь и пропасть. Ну что, меня от этого больше не вычисли, листанут. После всех этих вопросов эйфорию как рукой сняло. Я пошла домой. И уже дома вечером ко мне в комнату пришла мама. Мы с ней долго и долго говорили о передаче, о планах на жизнь. Она сказала, что эта передача это огромный шанс для меня, что я уже сейчас вполне могу начать делать карьеру. Главное показать, что мне это нравится и я всему быстро обучаюсь. И уже под конец я у нее спросила. Мам, а как вы принято в себя внимание парня? Я у нее до этого никогда таких вопросов не спрашивала. Но ведь ее в этом институте на ее психологии наверняка они этому должны были обучать. Мама, что это светилась, говорит, рассказывает. Ну, я ей рассказала про передачу, про Сашу. Она сказала, что все они сашины гримасничества и подачивающие вопросы называются флир. И это значит, что я ему тоже нравлюсь. Просто я не знаю, с какой стороны ко мне подойти. Попросила описать Сашу увлечение и характер. Когда узнала, что он увлекается музыкой, предложила начать с этого. Я ведь тоже музыкалки учусь. Значит, дойдутся общие интересы. Про музыку я на следующий день узнала. У нас как раз на студии объявили банкет в честь выхода первого выпуска в эфир. Я же ему тогда просто покажу и спрашиваю. Саш, а какую музыку ты слушаешь? Как ты еще узнаешь? Нормальный вопрос, по-моему. Он назвал несколько групп. Я не все запомнила, хотя некоторые мы с тобой слушали. Портиш Хэт, например, или Марчипу. Про нервану я даже немного слышала. Оставалось только доставить Соник Юс и еще какие-то. Но оказалось, что ничего этого не надо, потому что, когда я домой собиралась, Саша сам ко мне подошел и предложил проводить. Мы с ним тогда очень медленно шли. Я никогда так медленно по улицам не ходила, все время бежала куда-то. Да и разговаривали мы обо всем. Про передачу, про музыкалку, потом перешли на английский. Оказывается, он его тоже хорошо знал. Играли, кто больше вспомнил в языках поговорок. И уже, когда подходили к дому, я ему говорю, Саша, я всю группу, которую ты мне назвал, обязательно послушаю. А он говорит, не надо, ты и так красивая. Поцеловал меня все, и ушел. Я даже не знала, что об этом и думать. То ли это означало, что мы не можем быть вместе, то ли наоборот, что я ему и такой нравлюсь. Есть вечер, ломал, и этим голову. Но у мамы спросить так и не решилась. А на следующий день за собой стало ясно. Потому что, когда я пришла на студию, Сташа попросила мой номер телефона. И мы с ним стали с тех пор каждый вечер созваниваться. Ну и не только. Обычно он встречал меня после плавания. Мы шли куда-нибудь поесть, и он провожал меня домой. И разговаривали мы абсолютно обо всем на свете. Я обычно молчаливая, всегда пытаясь заретоточить только на работе, а не тратить времени на пустую болтовню. Но тут прям рот не закрывало. Да и в школе мне сказали, что я хоть иностранной стала. И правда, мне вдруг понравилось болтать девчонками на перемене и писать друг другу записки на уроках. Я даже одной девочке по секрету рассказала про Сашу. Конечно, на следующий день об этом весь класс знал. Но мне даже приятно было, будто я такая Фридни Спирс и все годы, с кем я на этаж роман закрутила. А это в школе вообще перестало появляться. Ходили слухи, что ее ищут с милицией, что она ушла из дома и живет сейчас у какого-то парня. Ну, про то, что она ушла из дома, я знала наверняка. О соседке. Больше всего меня волновали слухи про парни. Я спрашивала у Саши, и так, и так, и так, говорю, Саш, а у тебя были девочки для меня? Ну, конечно, были. А почему ты спрашиваешь? Саш, а ты встречался с какими-нибудь девочками из моей школы? Я что, у всех девчонок, с которыми встречаюсь, номер в школу обязан спрашивать? Наташа, о чем ты хотела меня спросить? Тут я уже не выдержала, потому что самой надоело обманывать. Я его честно спросила, что у тебя с Наташей Скворцовой? Ее тоже Наташа зовут. И знаешь ли ты, где она сейчас? Да, знаю. Она у меня живет. Меня как водой окатило, как лед за шиворот. Я встала и быстро-быстро пошла домой почти бегом. Саша полдороги бежал за мной, но у меня разряд поплавлю, так что я его толкнула, и он упал. И уже дома ко мне пришла в голову мысль, что ведь можно ее сдать и рассказать обо всем родителям, что даже хороший поступок будет и правильный, если рассудить. Но я не стала. Пускай, думаю, живет там с ним. Пусть он живет с ней, если ему так хочется. Вечером он позвонил, попросил прощения. Сказал, что ничего у них с ней нет. Просто есть люди, которых жалко и которым хочется помочь, потому что в сущности они хорошие люди. Сказал, что у этой девочки проблемы с наркотиками и родителями, что ее нужно поддерживать. Я даже не стала всю эту елесть до конца дослушивать. Говорю, выбирай! Либо я, либо она. он сказал, хорошо, Наташа, я понял и трубку положил. Я думала, это все, конец, он выбрал ее. Пошла в ванную, долго-долго смотрела на папины бритвенные станки, но потом решила, послезавтра экзамен по фону. Завтра мой первый в жизни прямой эфир. Да и мама с папами никогда этого не простят, поэтому придется жить. На то она и жить, чтобы терпеть. Пошла в ванную, сама накапала себе валерьянки и спать легла. Вернее, пыталась уснуть. Но на следующий день, уже после эфира, после того, как мама меня все расцеловала, а папа подарил мне мое первое в жизни колечко с изумрудом, я услышала, как мать выгоняет ее из дома. Значит, он ее тоже выгнал. Значит, победила я. Победила я. Победила я. Победила. Победила я. 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 Спасибо.